МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий кадастровой палаты по Рязанской области Елена Чванькина. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Добрый день. В 2019 году вступил в силу закон о богородничестве и садоводчестве. Если раньше у нас были разные формы собственности, это и товарищество, и союзы, и партнерство, всего их было 9 форм, то сейчас оставили только две. Это огородничество и садоводчество. В чем они отличаются? Садоводческий земельный участок подразумевает размещение на нем объектов недвижимости, капитальных строений. А огородный земельный участок не размещает объекты капитального строительства, а подразумевает размещение каких-то временных построек. То есть, если вы владеете правом собственности земельного участка с разрешенным использованием огорода на земельный участок, вы можете только производить продукцию и какое-то временное строение иметь. То есть, сарай, например, для хранения инвентаря или после уборки урожая можете складировать туда урожай. А садовый земельный участок, он уже подразумевает размещение на нем объектов капитального строительства, в том числе и жилых домов. То есть, на том, что мы выращиваем, это никак не сказывается. Нет, конечно. Что мы можем строить не как объект недвижимости? Смотрите, у нас есть градостроительный кодекс, как раз и дает и гражданский кодекс, который дает понятие, что такое объект недвижимости. Объект недвижимости – это все, что связано очень прочно с землей. То есть, если строение имеет капитальный фундамент, и перемещение его в другое место без нанесения ущерба земельному участку невозможно, это объект капитального строительства, естественно, это объект недвижимости. Если у вас какая-то временная постройка, сарай, скажем, то это не объект недвижимости. Осуществлять его постановку на кадастровый учет не надо. Раньше было понятие «жилое строение», теперь появилось понятие «жилой дом». В чем разница между нами? 66-й федеральный закон действительно регламентировал нам порядок, что на земельных участках, предназначенных для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, может располагаться только «жилое строение». С 1 января 2019 года 217-й федеральный закон у нас оставляет понятие только «садовый дом» и «жилой дом». Жилое строение у нас такого понятия теперь не существует. И здесь идет разница, что такое «жилой дом», что такое «садовый дом». «Жилой дом» – понятие оно и было, оно не появилось со вступлением 217-го. Здесь просто появилось понятие «садовый дом». Так вот, «жилой дом» – это у нас уже объект индивидуального жилищного строительства. Это у нас, если мы с вами обратимся к градостроительному кодексу, объект недвижимости не более трех надземных этажей, не выше 25 метров в высоту, который включает в себя как жилые комнаты, так и вспомогательного использования. И предназначен для проживания семьи. Но разделить его на какие-то самостоятельные объекты недвижимости уже невозможно. Это неделимая вещь. «Садовый дом» – это у нас подразумевает в себе сезонное назначение. Тоже объект недвижимости, но для проживания уже в определенное время года. И в данном случае «садовый дом» у нас имеет назначение нежилой. Если в жилом доме мы можем прописаться, при совершении какой-то юридической сделки, например, договора купли-продажи, мы можем получить вычет, который у нас подразумевается нашим действующим законодательством, то данные, скажем, льготы в отношении садового дома, они не подразумеваются. Получается, вы уже сказали, что можно получить прописку теперь на дачном участке, правильно? Если у вас на садовом земельном участке есть объект недвижимости, который удовлетворяет всем параметрам жилого дома и признан жилым домом, да, вы можете в нем прописаться. Для этого нужно провести независимую экспертизу, правильно я понимаю? В данном случае, смотрите, что 217-й федеральный закон, когда вступил в силу, он подразумевает, что все объекты недвижимости, которые были поставлены на кадастровый учет до 1 января 2019 года с назначением «жилое-жилое строение», они автоматически признаются жилым домом. А те объекты недвижимости, которые поставлены до данного срока с назначением «нежилое», признаются садовыми домами. И если я не согласна и хочу сделать перевод садового дома в жилой, то есть постановление правительства Российской Федерации, которое как раз и регламентирует данный порядок перевода. В данном случае перевод осуществляется на основании акта органа местного самоуправления. А уже местное самоуправление выдает данный распорядительный акт на основании пакета документов, которые вы предоставляете. И в этом пакете документов есть заключение, которое выдается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на изыскательские работы, которое как раз и подтверждает, что ваше капитальное строение удовлетворяет всем принципам жилого дома. То есть в таких домах можно даже получить адрес, да, и будет присвоен? У нас 1221-е постановление правительства, оно как раз и регламентирует, что любому вновь построенному объекту недвижимости должен присваиваться свой индивидуальный адрес. Получается, если у нас появятся улицы, да, в таких бывших кооперативных товариществах, то там все должны быть одинаковые дома капитального строительства. Или здесь... Вы имеете в виду, может там быть только садовые дома или жилые дома? Да. Нет, здесь такого четкого и жесткого функционирования, что в одном садоводстве должны быть только жилые дома, а в другом садовом здесь нет. Здесь все зависит от граждан, которые осуществляют строительство или те объекты, которые уже построены. Если объект действительно удовлетворяет признакам жилого дома и поставлен на учет как жилой дом, значит жилой дом. Другие садовые домы, значит садовые домы. Здесь нет такого четкого, что вот должно быть одного только принципа. То есть для собственников это никаких последствий не будет иметь? Нет. Все на наш выбор. Конечно. Все зависит от того, удовлетворяет ваш объект капитального строительства признаком жилого дома или нет. Если удовлетворяет и вы хотите иметь назначение жилой дом, да, вы оформляете документы как жилой дом. Если же это у вас сезонная постройка, предназначенная для приживания в определенное время года, то это как нежилой ставится и оформляется как садовый дом. До 1 марта, согласно действующему закону, будет у нас упрощенный порядок регистрации подобных объектов. Правильно? Правильно. Здесь очень тесно перекликается 340-й федеральный закон, который у нас вступил в силу с 4 августа 2018 года. И в нем как раз прописано, что до 1 марта 2019 года действует упрощенный порядок в оформлении уже существующих объектов недвижимости, которые построены, но не поставлены на государственный кадастровый учет, жилых домов и жилых строений, то есть садовых домов. Что нам это дает? Это нам дает право в упрощенном порядке оформить свое уже существующее строение. Мы должны обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой технического плана. И технический план в данном случае будет готовиться на основании декларации об объекте недвижимости, который будет составляться и заверяться собственникам земельного участка. А вот те объекты, которые начали строительство, но не закончили еще, то уже будут идти по новому порядку, который как раз у нас и введен 340-м федеральным законом. По упрощенному порядку сколько времени займет сбор документов и регистрация? Здесь все зависит от мобильности кадастрового инженера, от мобильности заявителя, потому что здесь идет все в зависимости от того, как будет готов пакет документов. Значит, остается всего неделя до 1 марта 2019 года. Этот срок у нас регламентирует 340-й федеральный закон. Будет ли дальше продлен срок? Сказать трудно, потому что в настоящее время, на сегодняшний день, официальной какой-то информации филиал не располагает. Но если мы с вами вернемся к истории, да, дачная амнистия продлевалась не один раз, возможно, учитывая потребности нашего населения, государство и сочтет нужным продлением. Во всяком случае, проект данный выдвинут на рассмотрение. Будет ли он принят? Время покажет. Если я уже начала строительство жилого дома, но не успеваю закончить к 1 марта, попаду ли я под эту упрощенную систему? Нет. К сожалению, под упрощенную систему вы уже не попадете, а полностью на себе испытаете, скажем так, прелесть нового оформления, которое у нас сейчас введено новым федеральным законом. Сейчас для того, чтобы начать строительство жилого дома или садового дома на своем земельном участке, все это должно оформляться через органы местного самоуправления. Я, как собственник земельного участка, при начале строительства должна обратиться в орган местного самоуправления и подать уведомление о планируемых параметрах строительства. Администрация, рассмотрев мой пакет документов, потому что там прилагается список целый, что должно включаться, выдает уведомление о соответствии планируемых. И я уже, получая это уведомление на руки, начинаю свое строительство. Если в процессе строительства я что-то решу изменить, то есть либо увеличить параметры, либо уменьшить, я обязана также известить об этом орган местного самоуправления, то есть должна предоставить им уведомление об изменяемых параметрах. И дальше продолжит строительство. А вот после окончания строительства я опять в заявительном порядке должна предоставить в орган местного самоуправления уведомление о построенном объекте недвижимости, технический план и квитанцию о госпошлине. Администрация должна рассмотреть пакет документов и выдать уведомление о соответствии построенного объекта. После того, как она примет это уведомление, то в 7-дневный срок в порядке межведомственного взаимодействия она должна предоставить этот пакет документов, включая технический план, заявление о постановке на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права. Людям не надо идти и подавать заявление. Это за них должна сделать администрация. Если администрация это по каким-либо причинам не сделала, заявительный порядок у нас не отменяется, он остается. Но в данном случае человек может просто обратиться в МФЦ с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию. А все документы, уведомления, технический план, орган регистрации, рассматривая поступившие обращения, должно быть в порядке межведомственного взаимодействия запросить у администрации сама. Не станет ли это бумажной волокитой, новым витком бюрократии? Вы знаете, как показывает практика, нет, не станет. Сейчас администрации очень активно полностью выполняют требования, потому что это их обязанность предоставлять сведения. В электронном виде подают заявление в орган регистрации. Во-первых, там и срок сокращается. Я думаю, что блоки-то здесь не должно быть. То есть получается на жилой дом будут действовать те же правила, по сути, что и на квартиру? Раньше у нас до 340-го федерального закона была часть 7 статьи 70 218-го федерального закона, которая говорила нам, что постановку на государственный кадастровый учет жилого дома можно осуществить на основании технического плана, подготовленного на основании разрешения на строительство и декларации об объекте недвижимости. Сейчас вот это разрешение на строительство, оно заменено. И получается, что сначала мы получаем уведомление о планируемых параметрах, о соответствии. Затем уже, когда строительство закончено, закон нам говорит, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не нужно, но 340-й федеральный закон немножко поменял процедуру, и в данном случае мы уже должны предоставить уведомление о соответствии построенных объектов. То есть, если мы вот с вами сейчас рассматриваем, какой должен быть пакет документов, то технический план, он уже должен в себе заключать два уведомления. Уведомление застройщика о планируемых параметрах и уведомление администрации о соответствии планируемых и декларацию об объекте недвижимости. Это должно быть в составе технического плана. И плюсом должно прилагаться два уведомления. Это как раз уведомление застройщика о построенных параметрах и уведомлений о соответствии построенного объекта. Как должен быть оформлен при этом земельный участок? Есть ли здесь какие-то нововведения? Ну, смотрите, у нас декларация составляется и заверяется правообладателем земельного участка. В данном случае основная форма, которая сейчас существует, это собственность. Но участок может быть и в аренде, в долгосрочной. То есть здесь всё как было? Правообладатель земельного участка. Отлично. Если я только собираюсь строить, то, соответственно, по этой схеме я иду. Если у вас есть земельный участок, он у вас оформлен, земельный участок, вы начинаете строительство как раз по новой процедуре, которую я только что и описала. То есть первоначально вы подаёте о планируемых параметрах, а затем уже после строительства и окончания получаете уведомление о соответствии построенных. Получается, что изменения вступили в силу в августе. Обращаются ли уже рязанцы? Да. Данный закон вступил у нас с августа прошлого года. И уже я хочу сказать, что большая часть собственников объектов недвижимости осуществила постановку и государственную регистрацию по новому порядку. Отлично. Спасибо вам большое за интересную беседу. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были представители кадастровой палаты по Рязанской области. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!